Всем привет, с вами Priya. Сегодня пришло время порассуждать насчет закрытия 15-х ключей к контенту Antorus. Итак, начнем же. Сегодня у нас 23 ноября, ну в некоторых регионах уже 24-го у меня, допустим. Итак, Antorus в режиме обычном или героическом выходит 29 ноября. 6 декабря, если мы нажмем по календарику, то самые отважные из героев могут попробовать свои силы в эпохальном режиме Antorus. Собственно, открывается эпохальный режим Antorus, лавящего трона. Итак, посудим по поводу старых рейдов, рассудим по их поводу. Лут повышался только в те моменты, когда выходила мифическая версия этого рейда. То есть, те люди, те какие-то медийные личности, которые говорят вам, что 29 ноября вы уже полутаете 955-ю или 960-ю вещицу с 15-го сундука. Вранье. Можете смело плевать им в лицо. К 29-му числу нужно закрыть все так же 10-й ключ. Что случится 29-го числа? Повысится левел кап, нам откроется квест на открытие легендарных вещей, на их повышение, точнее откроется рейд. Все. Именно в период с 29-го до 6-го, это такая неделя затишья, скажем так, именно в этот момент, с 29-го до 6-го числа, до ресета в 10 МСК, нужно закрыть 15-й ключ. С целью получения самой наивысшей награды, которая только возможна в контенте этого рейда с недельных мифических сундуков. Итак, уясним. Текущая неделя 10-й сундук, следующая неделя 15-й сундук. Поза следующей недели, то есть с 6-го декабря, кстати, с дня моего рождения и до, скорее всего, конца легиона, это будет 15-й сундук. Также будет актуально фармить 15-е сундуки с целью получения, по-моему, 940-й добычи и выше. А это очень серьезно на самом деле, это даже выше, чем с обычной версии Анторуса, почти приближенно к героической версии Анторуса. А учитывая различные проки и прочие какие-то моменты, то и к тому же, что с рейда вы полностью не оденетесь, то тем более, проходя высокие ключики, ну, 15-й и выше, будете не только получать силу артефакта, конечно, которая уже не слишком-то нужна, но все же. А еще будете шмот получать весьма классный и весьма кайфовый, балдерный, проще говоря. Итак, надеюсь, основную мысль вы поняли, разнесете ее всему свету, как говорится. Ну, я всегда говорю вам только правду. Это моя ключевая особенность, за которую меня по большей части, в принципе, люди-то и не любят, как оказалось. Это весьма интересно. Похоже, в текущий момент, в текущий век, скажем так, люди любят тех, кто врет и кто не дает никаких анонсов о своей деятельности. Ладно, это уже мои мысли, такие весьма не относящиеся к этим ключикам. Всех вам благ, счастья, здоровья, самой наилучшей добычи, какой только возможно. Если у вас будут какие-то интересные ключи во время нашего фарма, предлагайте. Возможно, мы их сходим. Берегите ноги, не болейте. До скорого.